Все-таки надо что-нибудь сделать, что тут я дома сидит за компьютером, должен тут телевизор смотреть, лучше тут поработать, футбол поиграть. И футбол поиграть, и помочь убрать территорию родной гимназии пришел не только Артем. Желающих принять участие в традиционном спортивном празднике труда оказалось больше, чем ожидалось. Прийти сюда ребят никто не заставлял. Дело абсолютно добровольное для каждого ученика. Пропустить такого мероприятия не смог ни один школьник гимназии. Играли в футбол, соревновались. Сейчас убираем территорию школы. Как настроение? Хорошее. Почему? Не знаю, как бы от школы освободили. Надо листья убирать, потому что они как-то загрязняют, что ли. От школы тоже освободили. Учиться не хочется. Убираемся. То ли из-за того, что отменили уроки, то ли труд на улице повлияли на отличное настроение ребят. Это знают только они сами. И преподаватели, которые и организовали для своих воспитанников такой праздник. Здесь мы совместили это с Днем здоровья. Сначала ребята играют в спортивные игры, а потом начинают трудиться. Будем так говорить. Традиция проводить в гимназии Дни здоровья зародилась еще с давних времен. Практически с момента основания школы. И закрепилась до сегодняшних дней. Полезный труд и занятие спортом, которое вызывает у детей массу приятных эмоций, преподаватели гимназии считают обязательными. Тем более в этом году во всех школах были введены дополнительные часы по физкультуре. День здоровья стал отличным поводом для ребят погонять мяч на свежем воздухе. Погода плюс 5, плюс 8 градусов – это еще те нормы, которые мы можем детей вывести на улице, дать им возможность побегать. Тем более они у нас приходят к определенному времени, каждые классы. И лишнего времени дети на улице не проводят на воздухе. Кто активно не двигается, тот мерзнет. На один день такое изречение стало девизом для ребят. Многие школьники подошли к уборке пришкольной территории ответственно, стараясь на рабочих носилках унести как можно больше листьев. Своего рода конкурс «Кто больше унесет» – такие состязания и объединяет школьников, считают педагоги. Стараемся, чтобы ребята таким образом и любили, и помогали своей гимназии. Такие дни здоровья педагоги гимназии предполагают провести еще несколько раз на протяжении всей осени. И детям полезный отдых, и учителям на радость. Дети станут реже болеть и не пропускать занятия.